Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы разбираем отчеты, события и статистику минувшего дня и говорим, конечно же, о том, что интересного нам приготовила текущая торговая сессия. Наконец-таки мы дождались среду, потому что сегодня нам точно будет за чем последить. Сегодня куча отчетов по штатам, завтра статистики будет еще больше. Но сегодня для разогрева у нас годовые темпы экономического роста США, где ожидается оценка за третий квартал роста на отметке 3,5%. Друзья, это более чем достаточно, чтобы еще раз убедить нас в том, что у Федрезерва только одна дорога. Это дорога более высоких процентных ставок, как следствие очень хорошего состояния американской экономики. И этот отчет, конечно же, может еще раз напомнить доллару о том, что более крутого и перспективного в плане долгосрочного роста инструмента на площадках попросту нет. Поэтому мы, друзья, будем с вами и дальше удерживать длинные позиции. Посмотрите, как хорошо чувствует себя сейчас пара доллар-иена. Фактически мы в одном небольшом шаге от сопротивления 114. И с учетом того новостного фона, который нас ожидает сегодня, я думаю, что сопротивление 114 реально может пасть. Также в 16.30 в тот же самый момент, когда рынку будут представлены для анализа годовые данные по темпам экономического роста, выйдет отчет по индексу расходов на личное потребление. Даже не знаю, друзья, какой из этих релизов будет иметь большее влияние на американскую валюту. Считается то, что это как раз личные расходы на потребление, потому что это то, что определяет потребительскую активность, то, что ее оценивает. И на основании активности домохозяйства и потребителей мы можем развить очень такую емкую тему, которая в конце концов выведет нас и на ожидания по инфляции, и на действия Федрезерва, точнее на правность тех или иных шагов, которые будут направлены на сохранение курса нормализации денежно-кредитной политики. 18.30, друзья, запасы нефти, классический отчет для нефтьянки в среду от администрации энергетической информации. Сегодня, собственно, этот релиз окажет самое прямое влияние на то, что будет происходить на рынке черного золота, потому что рынок последние две торговые сессии явно в какой-то безидейности, потому что и хочется развить, опять же, и техническую восходящую коррекцию, но в идеале бы, чтобы к этой технической картине в плане аргументации высокой вероятности роста нефти был добавлен еще и небольшой фундаментальный отригер. Сегодня он на рынке может быть обозначен, мы сейчас поговорим как раз по ожиданиям от этого отчета. Но я думаю, друзья, те из вас, кто постоянно, опять же, спекулирует и следит за нефтянкой, знают, каким образом этот отчет, данные по изменению запасов и объема нефтедобычи в США, влияет на то, что происходит на рынке нефти. И, в принципе, довольно часто, я бы даже сказал, в 80% случаев мы можем настраиваться на предсказуемую, однозначную, логичную реакцию трейдеров на отчет, то есть без каких-то витеватостей и двухсмысленностей. То есть, если статистика по запасам указывает на рост запасов, мы делаем акцент на снижение. Соответственно, если запасы, напротив, сокращаются, мы делаем ставку на рост нефтяного инструмента. После отчета по изменению запасов нефти в США снова переключаемся на фундамент американского происхождения и влияющего непосредственно на доллары. Это выступление Джерома Паула, который является председателем американского регулятора. Собственно, хорошо, что мы послушаем, что он думает о текущем векторе денежно-кредитной политики. Может быть, какие-то изменения произойдут и в планах, хотя вряд ли. Но важно то, что Джером Паула будет выступать после выхода таких важных релизов. То есть, у него фактически будут обновленные данные, у него будут свежие цифры, крайне актуальные о том состоянии, в котором сейчас, на данный момент, пребывает американская экономика. Поэтому я думаю, что в случае с выступлением Джерома Паула у нас не будет необходимости читать между строк. В общем, все будет тоже, на мой взгляд, однозначно, понятно и прямолинейно. Соответственно, мы ждем, друзья, поддержки для доллара и от статистики, и от риторики господина Паула. Я думаю, что эта идея сегодня принесет хорошие результаты. Потому что по ожиданиям вероятность плохих цифр крайне низка, а по ожиданиям риторики, было бы очень странно, если бы Джерома Паула на фоне последних ранее сделанных им комментариев, стал бы говорить о неуместности сохранения цикла, вектора, предполагающего проведение еще более жесткой монетарной политики. Теперь давайте чуть подробнее, как и всегда, начнем мы с нефтянки. Закрытие вчерашней торговой сессии 60-74, и сейчас мы видим уже бренд выше 61 доллара за баррель. Сразу хочу сказать, друзья, то, что сейчас крайне уместно держать как косрочные длинные позиции. И я бы даже сказал, что целью роста нефтянки может стать сопротивление на отметке 65 долларов за баррель. Почему бы нет? Это не так уж и много, хотя если пересчитывать в процентном эквиваленте, на стоимость нефти получается больше 7%. Но, друзья, это оправданная восстановительная динамика с учетом тех серьезных распродаж, которые случились. И даже если бренд вернется в район 65 долларов за баррель, все равно тренд останется долгосрочным нисходящим. То, что мы консолидируемся сейчас на отметке 60, в районе 61 доллара за баррель, то есть чуть выше 60, явное доказательство того, что рынок, ну, с одной стороны, опасается участники рынка дальше покупать, потому что вы все знаете вот этот груз негатива, который давно уже способствует и тому, что происходит на рынке нефти, то, что отыгрывается этим рынком, собственно, и глобальный экономический рост. Там миллион вопросов можно поставить в его отношении. Сомневаются многие, что мировая экономика сможет сохранить даже результаты прошлого года. Конечно же, не сможет. Уверен то, что цифры будут гораздо хуже, потому что в этом году мы работаем с новой такой геополитической водной. Это плохие отношения между США и Китаем. И все, давайте на этом закончим. В принципе, эта тема всем известная. На фоне слабого экономического роста у нас еще и циклический рост нефтедобычи крупнейшими производителями. Я бы даже сказал, что рекордные показатели. И это не ошибка. Вы знаете по цифрам, сколько, где добывается, в принципе, в Саудской Аравии, России и США. Это действительно исторический максимум. То есть здесь контраст, на мой взгляд, очевиден. Спрос и предложения. И спрос не поспевает за предложение. Вот это как раз и оказывает долгосрочное влияние на рынок нефти и то, что стало причиной снижения. Американская валюта также сейчас препятствует росту нефти, потому что вчера мы увидели хорошую бучую динамику по доллару. Если оценивать индекс американской валюты, в принципе, он достиг максимума за последние две недели. И разумеется, поскольку стоимость нефти номинированного в американском долларе, рост обменного курса как раз американца приводит к тому, что они становятся более дорогие. И это отражается на спросе. Вот так вот просто и понятно. Может быть, не стоит краткосрочно, опять же, и уж тем более долгосрочно, говорить о серьезном факторе подобного влияния и воздействия на нефтянку. Но для, скажем так, поддержания на должном уровне теоретической базы знаний и факторов, влияющих на нефть, еще необходимо, собственно, добавить и объяснить вам, какие здесь связи существуют между ценами на нефть и по самоамериканской валюты. Друзья, не верят в рост нефти и инвестиционные фонды. Если вы зададитесь целью посмотреть, как сейчас действуют знаменитые хедж-фонды, которые работали, некоторые продолжают, правда, работать с нефтянкой, то длинные позиции сокращаются. Сейчас они находятся на минимальном уровне за последние практически три года. Я думаю, что сокращаться они будут и дальше. Но в то же время, повторюсь, что да, я разделяю точку зрения того, что нефть обречена на еще больший спад. Но я также хочу отметить, друзья, что прежде чем мы вернемся к распродажам, рынок отрастет и даст возможность покупателям выйти по более высоким уровням. Поэтому сейчас я рекомендую делать каткосрочную ставку. Вы можете не соглашаться со мной, вы можете держать короткие позиции. Я пожелаю вам удачи, друзья, потому что я действительно понимаю, что рынок обвалится. Долгосрочная мы увидим еще более донные уровни. Но тем, кто хочет выжить из рынка, даже краткосрочный потенциал, я бы попробовал сейчас ориентироваться на откат в район 65 долларов за баррель хотя бы на ожидании. Вот от встречи стран ОПЕК 6 декабря, где будут обсуждать возможности сокращения производства нефти. И, кстати говоря, друзья, прежде чем мы переключимся на встречу ОПЕК, которая состоится 6 декабря, Собственно, в эту пятницу есть предположение, что пройдет встреча в рамках, опять же, саммита G20 между представителями России и, собственно, Саудовской Аравии. И могут вот так вот предварительно поднять вопрос о тех совместных усилиях, которые могут препятствовать еще большему снижению цен на нефть. Поэтому я думаю, что в следующий понедельник нас ожидает интересное открытие и по рынку нефти тоже. Буду держать вас в курсе, друзья, это, собственно, моя задача. Рубль 67.06, ставки прежние, ждем 68-69 с учетом роста геополитической напряженности, того, что сказано, опять же, по рынку нефти. И с учетом неизбежных финансово-экономических санкций сейчас крайне рискованное предприятие верить в рубль и в то, что он каким-то чудом сможет удерживать высокие позиции, не говоря уже об прессинге против доллара и евро. Дальше идем. Доллар и иена 113.81. Сегодня по отчетам уже было сказано, у нас достаточная фундаментальная поддержка. Будем ждать, как она отработается на долларе. Завтра, друзья, у нас личные доходы, личные расходы. Не менее именитый день по фундаменту. Также еще и будут публикованы протоколы, допуская то, что протоколы окажут куда большее влияние на доллар, чем даже сегодняшнее выступление Джерома Паула. В частности, потому что протоколы и будут отражать, в принципе, общую солидарную позицию представителя американского регулятора. Ну, я надеюсь, друзья, очень надеюсь, что вы не нуждаетесь уже в этих сигналах. Вы знаете, что будет делать Федрезерв дальше. Вы знаете, либо можете с максимальной долей вероятности спрогнозировать, как поведет себя доллар с учетом подобных ожиданий. Поэтому длинные позиции по доллару и еди сохраняют свой приоритет. Давайте ждать пару выше 114. Евро против доллара снижаемся, друзья. Как и, собственно, ожидалось, 1.1276 сейчас котировки. Причин очень много. Италия, Брэзит, слабая статистика. Мы, кстати, о макроэкономических данных накануне говорили очень много. Не буду повторяться. Я думаю, достаточно посмотреть вообще экономический календарь за последние 3, может быть, чуть больше недели. Убедитесь в том, что по основным секторам, в принципе, нисходящий тренд тут сохраняется. Ситуация вызывает, ну не то чтобы панику, но опасения уж точно за то, что что-то не так с экономикой еврозоны. Она буксует. И, к сожалению, друзья, ситуация будет только ухудшаться. Чего стоит только вот появившийся вчера на рынке слух. Уж не знаю, будет ли он подтвержден. Хотя все может быть. То, что Трамп установит импортные тарифы на немецкий автопром в 25%. Это очень много. Уже буквально на следующей неделе. Ну, давайте посмотрим, действительно ли Трамп пойдет на такое решение. Хотя Трамп может сделать все, что угодно в отношении автопрома. Как он критиковал, именно отсутствие справедливости в таком автомобильном бартере, скажем так, между Евросоюзом и США. Ну, мы об этом знаем. И справедливости ради стоит отметить то, что у Трампа есть, у Соединенных Штатов Америки есть полное право вводить подобные импортные пошлины. Немецкий экспорт уже опросил больше, чем на 1%. Ну, давайте скажем на 1%, чтобы быть совсем точными. Соответственно, в случае установления новых барьеров торговых будет еще хуже. И немецкая экономика покажет еще более слабые цифры, чем в третьем квартале. Поэтому худшие времена не позади, друзья. Если еще и сохранить в таком же формате политическая неопределенность, ну как можно покупать евро. Также, друзья, я напоминаю вам, что раз уж мы сделали ставку на сегодняшний рост доллара в свете такого насыщенного экономического календаря, конечно же, риск также потенциально может обрететь нелегко в случае роста доллара. Имейте в виду. Фунт против доллара 1,2737. Снижаемся сейчас на пороге важного сопротивления, точнее поддержки 1,27. Его пробой будет уже связан с новым периодом еще большего обвала британца. Но важно сейчас закрепиться ниже планки 1,27. Друзья, цель, я повторяюсь, 1,25. Я абсолютно уверен, что фунт доберется до этого уровня уже в самые ближайшие дни. И, соответственно, почему я ставлю на распродажу британцев, потому что вы знаете свое, мое крайне негативное отношение к текущему ходу политического вот этого бракоразводного процесса по Брекзиту. Я не вижу возможности действительно, скажем, установить, принять и согласовать тот документ, который устроил бы всех, потому что этот документ уже не раз доказал то, что очень много критики, критики, собственно, в его адрес. Даже если довольно удачно будет обсуждение в Европарламенте, напоминаю то, что сейчас, ну, позволю себе сказать, больше половины участников рынка, возможно, даже более приближенных к тому, что происходит сейчас на площадках. И в контексте вот этого обсуждения по Брекзиту считают то, что этот документ будет отклонен в Палате представителей Англии. То есть голосование по нему непосредственно в Англии, в парламенте Англии состоится в середине декабря. Поэтому до этих, собственно, пор британская валюта может развить нисходящую динамику, может оказаться даже ниже планки 1.25. А если, в конце концов, мы будем работать с негативом еще по факту голосования, ну, тогда падать и падать фунту. В общем, здесь сценарий только один. Из других инструментов австралийца против доллара, текущие котировки 0.72.30, цели, в принципе, ниже 0.72 мы ждем. На что сейчас можно делать ставку? На то, что на предстоящем саммите G20 будут обсуждать ситуацию и торговые споры между США и Китаем. Соответственно, зная позицию Трампа, уверен, что никаких договоренностей не будет. Он, в принципе, еще несколько дней назад намекал, что не готов согласовывать что-то, не готов, скажем, подписываться под документом, который предполагал бы смягчение вот этой протекционистской позиции, в конце концов, преодоление торговых разногласий. Только лишь потому, что Китай за все это время, которое ему было предоставлено, не сделал ничего, чтобы штаты также бы заразились, что ли, в идее нахождение компромисса. И по-прежнему рынок абсолютно уверен в том, что уже в первом квартале 2019 года Трамп обложит импортными тарифами весь китайский импорт. Я напоминаю, что речь идет еще о, скажем, поставках, о китайском импорте в долларом эквиваленте примерно на 260 миллиардов. Если это решение все-таки последует, соответственно, все 500 миллиардов китайского импорта будут облагаться импортными тарифами. Ну, 500 миллиардов это от 3 до 5 процентов всего мирового товарооборота. Кстати, по этой причине очень много страхов за перспективы экономического роста, потому что это не просто так локальный спор между США и Китаем. Это фактически, можно сказать, спор, в результате которого пострадает вся мировая экономика. Отсюда вот и слабое ожидание по спросу и на ту же самую нефть, потому что на фоне падения темпов экономического восстановления, конечно же, будет снижаться спрос на сырье. В общем, по комментариям, ожидаемым Трампом со стороны Трампа, я думаю, что в понедельник нас будет ожидать интересное открытие и по валютам страны Океана, и по Австралии, по Новозеландцу. То есть, будем снижаться. Это, в принципе, то, что нам и нужно. Доллар канадец 1.33, растем мы, несмотря ни на что, выходит, что канадца и нефтьянка даже не оказывают сейчас влияния, потому что была возможность все-таки укрепиться на фоне восстановления цены на нефть, однако этого не произошло. Если в эту пятницу постфактум выхода темпов экономического роста отчета по ООП Канады, канадец также не получит поддержку, друзья, но тогда я уже не буду испытывать судьбу. Уже, честно говоря, надоело верить в канадца. Такое ощущение, что я вообще остался один среди всего трейдерского сообщества, которое еще питает, ну, может быть, даже и ложные иллюзии о том, что у канадца будут возможности оказать какое-то сопротивление доллару. Но, вы знаете, это была моя позиция, это был мой субъективный взгляд, я делился с большим удовольствием тем, что я делаю по этой валютной паре, но признаю, что находиться, опять же, в короткой позиции по дуэту активов, который постоянно растет, ну, немножко напрягает. Поэтому, если мы в пятницу все-таки не увидим пару доллар-канадец ниже отметки 1.32, в понедельник, скорее всего, поставлю крест на торговлю канадцам и на какое-то время забуду, что такой инструмент на площадках существует. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что сегодня движения будут, поскольку день насыщен на события. Мы их разжевали подробно все, практически весь день нас ожидают с небольшим интервалом выхода важных отчетов. В общем, следим за ним, выберите что-то, что имеет значение для вас, потому что знаю, что у каждого свой набор финансовых инструментов. Завтра уже будем резюмировать, поговорим о том, каким реакциям на площадках, собственно, эти отчеты приведут. Уверен, что обсуждать нам точно будет что. Поэтому, друзья, еще раз хорошего торгового дня. До скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...